Школа вдохновения. Мы продолжаем цикл материалов, посвященных Году литературы. Кто и как поддерживает в Белграде молодые литературные дарования, где будущие поэты и прозаики оттачивают свое мастерство. Вот уже 18 лет в Белграде работает литературная студия «Младость». Олеся Веденеева побывала в кузнице молодых литераторов. На перронах прощаются люди, делят искренность, слезы, надежды, даже дождь им мешать не сможет. Первое стихотворение Виктория Дегтярева написала в 15 лет и посвятила школьной подруге. С того момента и началось ее литературное творчество. В юности стихов было много, но только писались они в стол, рассказывает Виктория. Второе дыхание открылось в прошлом году, когда она совершенно случайно оказалась в литературной студии. Я помню, в тот вечер мы очень долго беседовали, мы читали стихи, мы анализировали. А я ведь только начала этот путь в поэзии, если можно так сказать. И я услышала критику, но доброжелательную критику. И слова поддержки, то, что мне было очень нужно. Прозаик Владислав Резников, как и многие литераторы, начинал со стихов, даже пробовал себя в живописи. Но увлечения юности отошли на второй план, и сейчас единственной любовью стала проза. Направление своего творчества Владислав определил как современный реализм. Пишет о простых людях разных профессий. Чтобы читатель узнал себя в персонаже произведения. Отсюда будет и понимание, и переживание, и доверие. В литературной студии Владислав Резников состоит уже несколько лет. Здесь рассказывает прозаик. Всегда можно получить свою долю критики и похвалы, а это дает силы творить дальше. Здесь автор может получить поистине профессиональный взгляд, отзыв о своем творчестве, понять, в каком направлении ему работать и стоит ли работать, где там слово исправить, где что-то дописать. То есть общение происходит именно уже на уровне той категории, в которой бы, скажем так, хотелось работать. В литературной студии «Младость» посещение свободное. Сказать, сколько здесь занимается начинающих поэтов и писателей, сложно. Встречаются эти молодые люди раз в неделю, чтобы пообщаться и поделиться своими успехами. С 1997 года руководит студией поэтесса Людмила Брагина. Мы обсуждаем и проблемы, мы и друг другу, может быть, высказываем не всегда приятные вещи, но всегда это корректно и дружески, потому что настрой не найти что-то плохое, а помочь сделать лучше. За годы существования литераторы не раз становились победителями международных, российских и региональных конкурсов. Работы белгородцев публикуются не только в местных изданиях, но и в столичных журналах, литературных сборниках. Их произведения публикованы в таких российских изданиях, как «Наш современник». И то, что многие ребята публикуются, у некоторых вышли уже отдельные книги, это тоже говорит о том, что студия была создана не зря. Молодые, талантливые, подающие надежды белгородские литераторы стараются соответствовать высокому званию русский писатель. И, возможно, кто-то из них действительно оставит свой след в литературе. Олеся Веденеева, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.